Я смотрю два часа, а что-то свет не горит. И чувствую запах. Едва уловимый запах гари, жительница дома почувствовала задолго до того, как на место вызвали пожарных. Она выбежала на балкон посмотреть, что могло загореться. Спустя считанные секунды отключился свет. Выбраться из квартиры в темноте женщина попросту не смогла. Она осталась дожидаться спасателей. Слышно попы подъездить. Я вышла. И с сапоги были разные. Вышли на улице, да? Да. Ну как, на меня одели маску. Я вышла. То есть пожарные вас вывели? Да, да, вывели. Потому что было темно. У меня, вот руки я на работе помыл, да. Руки были все грязные, я была все в хожу. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что на цокольном этаже горит бойцовский клуб. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Горел один кабинет, но этого было достаточно, чтобы дым заполнил весь подъезд вплоть до девятого этажа. Подъехавшие на место пожарные увидели, как дым из подвала начал быстро подниматься по подъезду. При помощи дыхательных масок спасатели вывели на свежий воздух трех человек. Остальные жильцы дома выбрались на улицу самостоятельно. Позже они рассказали, что бойцовский клуб работает здесь пять лет. По их мнению, незаконно. Мол, его открыли, не посоветовавшись жильцами дома. Зачем мы должны вот это вот нюхать, вот этот вот запах спортивного зала? А почему вы говорите, что он там нелегально находится? Нелегально, потому что проверяли уже, у них вентиляция неправильная, да? А потом, ну это же без обсуждения с жильцами. По мнению жильцов, причиной пожара мог стать обогреватель, который могли оставить включенным сотрудники бойцовского клуба. Но так ли это на самом деле, предстоит выяснить дознавателям. Елена Саляхова, Наиль Абдулин, Вызов 112.